Ну что, друзья, всем привет! Это новый влог, и мы начинаем с вами этот день, точнее, конечно, уже... Да нет, время полтретьего, а значит, реально еще начало дня. Что хотелось бы сказать? Сейчас мы едем с вами опять в мою любимую стоматологию, потому что мне нужно сделать чистку. Вообще, у меня так много новостей, все нужно это вам повествовать, чтобы вы узнали, поделились... Я поделилась своими впечатлениями, мнениями и туда-сюда. Короче, поболтаем. Но, значит, в чем суть? Во-первых, я прохожу сейчас так называемый чекап организма. Я делаю это раз в полгода, кто со мной давно знает, обычно это как раз-таки вот сентябрь и март-май. Ну, то есть, один раз осенью, один раз летом. Я прохожу базовых врачей, на самом деле это очень важно. Ну, хотя бы, хотя бы раз в год это делать, раз в полгода, мне кажется, это даже хорошо. Но я понимаю, что не у всех есть возможность там по времени и, возможно, по деньгам. Хотя, вероятно, я думаю, что у каждого врача можно посетить там бесплатной клиники, а сдать те же самые анализы. Это не так проблематично. К чему я это? К тому, что я сегодня уже в 10 утра была у гинеколога. Врачи у меня очень часто в директе, вот как я только сказала об этом, и вообще всегда спрашивают, Катя, как узнать, к какому врачу идти, что ты сдаешь, что ты делаешь. На самом деле я хожу к каким-то базовым врачам, ну, в моем понимании, то, что для меня самое, ну, основное, это стоматолог. Ну, стоматолог я постоянно лечусь, в клинике прохожу лечение. Сейчас, допустим, я записалась на чистку. Во-первых, ладно, это я уже потом расскажу, наверное, после стоматолога вечером, чтобы не перескакивать с темы на тему. Стоматолог, чистка, естественно, ну, чистка в плане не отбеливания, а гигиена. На самом деле это очень важно, и я об этом узнала только после того, как поставила элайнеры. До этого я не ходила ни на какие чистки, но я, когда лечилась у стоматолога, он смотрел и сказал, что она мне была не нужна на тот момент. Но сейчас, конечно же, это просто необходимо. Потом, конечно же, для девушек, для женщин очень важно гинеколог и мамолог. Мамолог проверяет грудь, а гинеколог, понятное дело, вот. Просто идете на осмотр, смотрят, все ли хорошо. Если нужно, сдаете, там, естественно, какие-то мозги, мазки, все тому подобное. Потом я сдаю всегда анализы. Это все витамины, магний, железо, цинк, ты-ты-ты-ты. Я прям фу сдаю такой. Что еще? Эндокринолог. Ходила к эндокринологу тоже посмотреть, что у меня все хорошо, чтобы все было классно с моим организмом. Ну, короче, вот так вот. Но если у вас есть какие-то проблемы, знаете, у кого-то там вены, у кого-то проблемы, там, аллергии, какие-то еще что-то, какие-то болезни, какие-то хронические болезни, все это нужно проверять, проверять. Потому что, к сожалению, иногда мы даже не знаем, что что-то может происходить. Идем к врачу только когда какая-нибудь дикая боль, и когда ты образно чуть ли там уже все, и коньки отбросил. Это ужасно. Ну, потому что здоровье проверять важно не только, когда тебе плохо, и ходить к врачам. Все, едем. Мне нужно будет сделать чистку. И потом заедем в торговый центр. Вообще, я сегодня пришла после клиники, после гинеколога, такая, думаю, поеду, съезжу в Мегу. Клиника моя и торговый центр, галерея находятся в центре города. А Мега находится за пределами города. Я подумала, что в Меге есть лайм, а я очень давно хочу сходить... О, у меня тут пиджак загнулся. Хочу сходить в лайм, но получается, что я такая... Все, поеду туда. Как раз там еще, может, в... Не в Роше, как он называется-то. Эльдебатте. Зайду в Эльдебатте. Ну, то есть какие-то магазинчики, которые нет здесь в центре, когда я нахожусь. Мне на самом деле жарко. Я закрыла все окна, чтобы вам не мешал звук посторонний, там, машина, дорога. Вот. И у меня уже подъехало такси, сейчас выходим. Ну, а я в последний момент вспомнила о том, что у меня сегодня записана на чистку. Потому что, честно, я думала, завтра, послезавтра. И как-то так очнулась, типа, о, сегодня же 25-е, а я же вроде 25-го. Поэтому, собственно, мы выезжаем и едем в клинику. Называемый look of the day, честно. Говорить, что откуда? Ну, Adidas это I Ching Dem, который я покупала уже, ну, год назад, наверное. Футболка Том Форд и пиджак из какого-то шоурума. То ли он Love Me называется, то ли как-то так, то же ему уже фактически год. С Томкой, ей годы 3-4. Я в ПЦ покупала. Знаете, я всегда как к себе домой в клинику хожу. Но на самом деле осталось всего лишь ничего. У меня почему-то вот эта штука загибается. Не понимаю. Буквально уже в сентябре снимаем. И всё, я уже буду явно не таким частым гостем в клинике. Ну, ребята тратятся. Где-то, где-то. Сделают чистку. Ну, это вроде не особо долго я уже делала. Ну, 30 минут, 40, наверное, точно. Я не знаю. Что, я всё сделала? Время сейчас 48 минут. Ну, короче, где-то полчаса мне чистили, делали. Ой, здесь пробка. Заказала такси. Ой, до галереи. Здесь вот видите, из-за того, что, видимо, машины паркуются, два этих, одна полоса. И все, кто оттуда едут, и все оттуда едут, и пропустить не могут. Короче, здесь вот вечно такое тыр-пыр, тыр-пыр. Где-то мой таксист. Я не знаю даже, где. Непонятно, ребят. Мне, кстати, нужно будет купить новую зубную щётку. Потому что после чистки, ну, естественно, это нужно сделать. Также зубная паста Marvis. Мне сказали, достаточно такая, что-то у неё жёсткая, или что-то в этом роде. Два-три раза в неделю можно е-чистить. А вообще лучше другую взять. Я что-то вообще ничего не пойму. По карте мой автомобиль где-то вон там. Но при этом почему, я не понимаю, он не заезжает уже в который раз, когда была возможность. А, вон, наверное, едет. Иногда, знаете, водители такси бывают супер-чудные люди. Реально, особенно, когда ты ставишь точку, он либо ещё едет в Херово-Кекерово, а уже нажал стол, можно выходить, потому что он подъехал. Либо же ты ставишь точку в одном месте, а они подъезжают совершенно в другое. Ну что, мы в торговом центре. Я вообще любитель просто. Мне всегда везёт. Я приезжаю в торговый центр пятница, суббота, воскресенье. То есть те дни, когда обычно здесь больше всего народа. Ну, как бы сейчас вроде не так много, но здесь, мне кажется, в центре, в галерее мало и не бывает. Я вспомнила, что здесь нет лайма, но здесь есть магазин личи. Он тоже достаточно симпатичный. Там можно что-нибудь посмотреть. Вот. И плюс здесь скоро, кстати, открывается лайм. Я посмотрела, там вывеска висела. Что я хочу зайти в Лаварайс. Или Лаварис. Лаварайс вроде мне писали, девочки. Эти бренды все когда-нибудь сведут меня с ума. Вот. Ну так, прогуляюсь. Если будет, что показать вам интересненькое такое, я, конечно, покажу. И вообще, в этом торговом центре в последний раз мы были в июне с Даней, когда выбирали мне у них на свадьбу и ему. А ещё очереди в женские туалеты меня просто убивают. Это реально какая-то жесть. Просто невозможно. Как и говорила, пришла в личи. Посмотрите, вот эти вот платья, пиджаки. Просто у меня есть похожие, подобные точнее. Но мне кажется, что мне и такой тоже нужен. У меня есть и белый, и чёрный. Но по мне это выглядит так секси. Но при этом очень аккуратно на каблуке, когда... Ой, фантастика. Я ещё взяла брючки чёрненькие по мере. Мне, кстати, реально нравится посмотреть у них здесь что-нибудь. Есть выбор достаточно неплохой. Цены, конечно, не супер бюджетные, но не дороже Зары. Вот так вот костюмчик стоит. Ну, не костюмчик, это вообще у них как жакетное... А, платье реально. Просто обычно пишут жакет. Просто. Блин. Наверное, не буду брать белое. У меня реально есть белое. Так много всего симпатичного. Хочется прям вот чего-то добавить в гардероб. Понимаете? Достаточно такого классического на сейчас. Как раз-таки на относительно прохладную погодку. Вот. Ну, конечно, кофточка, вот свитер. 5... Ой, 6500. Но здесь 75% вискоза. Ну, дороговато, конечно. Если просто оценивать объективно. Но сейчас везде цены. Это не самые приятные. Вот такой вот жакетик. Посмотрите, какой. Цветарочек. Ой. Ну, так себе. Короче, сейчас посмотрю. Буду в примерочной. Если что-то интересненькое. Вот. Посмотрите, какая элегантная кофточка. Ну, это вообще как будто не мой стилёк особо. Ну, симпатично. То есть, зашла в примерочную. Во-первых, в примерочную очень симпатичную. И взяла платье вот такое. Не знаю, тоже не мой стиль. Но почему-то я подумала, что хочу примерить. Взяла вот такой жакет. Брюки, как я уже сказала. И вот такое вот платье. Короче, сейчас будем мерить. Штаны просто ужас. Посмотрите, я как будто такая широкая в них. Извините, конечно. Я на мисс худышку не претендую. Но, короче, вообще просто. Никакой формы. Ну, сбоку ещё как бы более-менее. Но спереди кошмар. Вот так вот бывает. Портит. Ну, здесь вот прям вот. Кратинило. Жакет, девочки. Ну, большеват. Эти плечики. И рукава надо размер поменьше попросить. Песочку, наверное. Потому что, ну, как бы великовато. Со штанами даже ничего тогда. Нет, я шучу. Просто у меня остальные платья. Я решила штаны померю. Кстати, тебе надо реально размер поменьше попросить. Вроде так даже ничего. Симпатичненький. Нужно обратить на него своё внимание. Я, честно, люблю такие жакеты. Он, кстати, ну, как я сказала, плотненький. Его прям сейчас будет шикарно. Вот размер поменьше. Слушайте, кстати, рукава вот эти вот отстёгиваются. Пиджак стоит 8 тысяч. Я, если честно, даже не знаю. Хотела какого в карман заснуть руку. Честно говоря, даже не знаю. Вроде ничего такой, да, симпатичный. Очень, достаточно классический. На каждый день. И, ну, на мероприятия вряд ли, конечно. Ну, даже под каблучки. Такое официальное какое-нибудь можно. Думаю, что всё-таки возьму. Потому что приятное. А вот это... Не, вот это... Ой, кстати, вот это тоже отстёгивается, походу. Да. Воротнички все отстёгиваются. И это очень хорошо. Потому что, конечно, их стирать нужно отдельно. Иначе они покрасятся. Давайте. Давайте завернём его, наверное. Мне кажется, вот так вот прям хорошенький. Вот это платье какое-то неоднозначное. Всё-таки, наверное, нет. Как будто бы... Не, ну, симпатично в целом, но немного не моё. Вот это платье я решила, что я даже мерить не буду, честно. Что-то я вообще погорячилась конкретно, когда его взяла. Ну, а это такое... Ну, как бы, блин. Я думаю, что оно уже не особо актуально. Мак этот и Лав Репаблик прохожу мимо. Что-то мне вообще ничего не впечатлило. Я купила только один пиджак. И, честно, больше ничего мне нигде не приглянулось. Я каждый раз еду в торговый центр с такой надеждой, с таким вдохновением, что вот, я сейчас столько всего себе куплю. Я сейчас как обновлю свой гардероб, как... Я не знаю. Ну, собственно, купили пиджак. И всё, сейчас зайду в старт кофе, что-нибудь возьму перекусить. Кофе мне нельзя после чистки. Закажу такси и поеду домой. Пила пару скруток, как они называются, роллы с мясом и с рыбой. Сейчас хочу какой-нибудь один съесть, потому что я только завтракала с утра. И также взяла сироп карамельный. Ну, дома в кофе добавлять Даня любит. И его любимые сэндвичи с индейкой сыром. Всё. Сейчас в Питере идеальная погода, когда не жарко, не душно, не холодно, не пасмурно. Я просто обожаю. Вот реально, посмотрите. Ой, ну что, конечно, насчёт не пасмурной. Тут такая туча и погорячилась. Но так, посмотрите, как красиво. Хеллоу, Айсуша. Айсуша, у нас снова стрижка. Такой малыш красивый. Айсуш. Айсуша. Трототти. 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 Мы вас давно не видели. Честно, если бы я знала, что я, блин, куплю один пиджак и еду, то я бы не знаю, как не естила. Потому что, ну, не, пиджак... Да привет, привет! Пиджак, конечно, хороший. Но сколько? Три часа почти я проходила. Ну, не, поменьше два. Полтора-два. Ну, блин. Блин, как-то... Не знаю. Опять же таки, то ли у меня проблемы со вкусом, то ли в магазинах действительно вообще особо не разгуляешься. Какая у тебя штучка? Ой, господи. Какая вкусная. Какой ты хорошенький. Видите, какой он плюшевый. Айсуша стрижки в лаварочку дней на день. Он такой, отойди. Отойди. Замер. Ванну, как всегда, в свою комнату. По делам, по делам. Я в шоке, реально. Последний год он прям обожает ванну. Это его комната. Он там спит. Я уже рассказывала, но просто это до сих пор не изменилось. У него есть свои места в каждой комнате. Но под этой тумбочкой самое идеальное место. Он всегда в ванной. Ну, то есть он реально спит там в течение дня, ночью. Его прям место. Плюс он носит туда все игрушечки, свои вкусняшечки. Ну, вы понимаете. Айсуша. 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 Смотрите, какой хороший. Грызет. Как вкусно ему. Та-да-да-дам. Это нью-дэй. Все та же я. Честно, я в шоке сегодня от себя. Просто человек настроения. Первое. Я сделала хвост. Сейчас покажу вам такую штучку. Это Кенсука. Универсальное средство для укладки волос. Такой вот стих. И вы просто им зализываете свои волосы. Я его недавно купила. До этого пользовалась другими гелями. Честно. Нормальный. Но абсолютно любой гель можно купить. У меня сейчас не особо прилизанный такой идеальный хвостик. Но я решила вот эту мелочевку вокруг хотя бы чуть-чуть прибрать. Что я говорила. Короче, я сегодня проснулась. Во-первых, мы вчера до трех часов ночи смотрели фильм. Из-за этого я проснулась в 9 утра. Ну, как бы по будильнику. И я понимаю, что как бы я не выспалась. И чувствую себя не очень хорошо. И думаю, дай-ка я прилягу на полчаса до спать. Вот. Конечно, какие полчаса. Мне нельзя ложиться на полчаса. И я днем не ложусь никогда спать. Просто потому, что я не умею ложиться на полчаса на часик. Если я ложусь, все, я буду до победного. В итоге я легла, встала в час дня. Встала в час дня. Состояние амебное. Квашеной капусты. Ты сначала, получается, не выспалась. Потом перевыспалась. Я на английском сидела, думала, когда это закончится. Я вообще просто такая, знаете, ну, блин. Хоть пораньше отпрашивайся с урока. В итоге вышла в сториз. Ну, начала снимать сториз. И поняла, что настроение-то наладилось. Ну, потому что реально я захожу в директ. Ой-ой-ой-ой, волос у меня выпал. Захожу в директ. Мне пишут там добрые слова. Делятся своими. Говорят, Катюша, у меня тоже такая же хрень. Мне пишут, Катя, не грустит. Все будет хорошо. И я думаю, да, конечно же, все будет хорошо. Естественно, это мелочи. Это не какие-то проблемы. Вот бывает. Я думаю, каждый это ощущал, когда ты либо не выспишься, либо, наоборот, переспишь. И ты такой вот так вот происходишь. Ты не можешь ничего сделать. Ну, то есть, это даже не от тебя зависит. Как будто бы ты просто вот организм такой. Ага. Давай. Все. Я пошла. Я честно скажу, думаю, не буду сегодня снимать влог. Типа, ну, настроение. Днище. Ну, состояние такое же. Делать ничего не хочется. Хотя я достаточно много сделала. То есть, я записала интеграции. Я записала сторисы. Я там подписала договора нужные. Все сделала. Ну, то есть, я работала. Но влог... Я думаю, да не буду. Да все. Не хочу еще. Ни настроения. Ничего нет. В итоге подкрасила себе чуть-чуть. Щечки, румяшки нанесла. Тон не стала наносить. Так хвостик вот причесала. И настроение боевое. Я хочу. О, кстати, я сейчас покажу вам свои новиночки, которые мне очень-очень нравятся. Из бьюти. Прям вообще кайф. И еще мне нужно. Я еще в том блоге говорила. Мой робот-пылесос классный. Но только там забила и шерсть. И я ее ни хрена не убрала. Так вот, я до сих пор этого не сделала. Мне хочется то ли вообще полностью пропылесосить и помыть полы. Но хотя бы запустите роботу-пылесос. Было бы неплохо. Вот. Поэтому мы с вами это сделаем. Та-да-да-да. Так, девчонки, сейчас делаем с вами так называемую распаковочку. Точнее, это даже не распаковочка, а обзорчик. Скорее, это мои новинки по уходу за собой. Потому что я нашла вот эти две классные баночки. Два классных средства, которые идеально подошли. Я хочу поделиться ими с вами. Потому что, ну реально, думаю, многим будет актуально, полезно. Давайте начнем. А то я сейчас буду болтать бесконечно. Первое. Это вот такой вот крем для лица. Отвеши. Он увлажняющий. В его составе гиалуроновая кислота. Еще он безумно приятно пахнет. И классная текстура. Крем реально супер увлажняет кожу. Плюс я вижу, что он так выравнивает тон кожи. Как будто придает легкое сияние. И, кстати, мне крем идеально подошел для восстановления кожи после отпуска. Так как от загара постоянного я любила поджариться на солнышке. Но она, естественно, подсушилась. А крем отлично ее восстановил. И у нее реально текстура как. Не жирная, не липкая. Абсолютно. Ну и второе средство. Это вот такая вот моя находочка для тела. Если честно, этим бальзамом несколько лет пользуется моя мама. До меня он только дошел. Это Le Roche-Posay. И он прям моментально увлажняет, успокаивает кожу. И особенно будет актуально им воспользоваться как раз-таки после бассейна. После солнца. Ну, вы почувствуете реально ощущение комфорта. Если вы вдруг еще не пробовали эти продукты, то обязательно обратите свое внимание. Я искренне рекомендую, потому что они топчик. Заказать их, кстати, можно в аптеке Планета Здоровья. Я вам ссылочку оставлю в описании. Можете просто перейти, посмотреть, заказать эти средства. Они реально классные. Мы убираем, так как кофе допили. Оп, сюда. Можно залить водичкой. Конечно же, именно так мы и делаем. Салфетку выбрасываем. Чего у меня здесь яблочки остались? И про букет хотела сказать честно. О, во-первых, я его не показывала вам здесь. Это мне Даня подарил. О, а это фантик из-под Сникерса. Которое я ела сегодня утром. Айсуш, здравствуйте. Добрый вечер. Собственно, посмотрите, букет два или три дня он уже завял. Честно, я, по-моему, говорила или нет, в коробках, в корзинах это все прикольно. Классные букеты. Но на своем опыте, конечно, мне сейчас начнут писать кто-то другой. Или флористы, что так хорошо, все супер. Но, вы знаете, у меня на постоянной основе, в принципе, букеты цветы. И я чисто на своем опыте оцениваю. Можете мне реально не советовать ничего, никакие комментарии не писать. Катя, сделай это, надо сделать то. Я все это уже тысячу раз пробовала. И то, что флористы говорят, и в интернете пишут, и советуют. Там внутри вот эта зеленая губка, ну, собственно, в которой влага вся. За ней очень сложно проследить, чтобы она была всегда влажная. Либо, наоборот, чтобы не перелить воду. Честно, откровенно, да. Это действительно сложнее, чем просто взять, подрезать эти цветы и поставить их в чистую, свежую воду. В вазу, то есть. А здесь, ну, блин. Я уже столько раз Даньке говорила. Говорю, да... Я говорю, давай лучше, ну, как бы обычные букеты дарить. За ними, ну, хуже уход в плане сложнее, да, там, подрезать это все, чем вот с этим. Но они хотя бы стоят дольше. И получается, что мне теперь делать? И вот уже и некрасивая общая картинка, потому что эти вот завяли цветы. А эти еще свежие. Вытащить их все. Во-первых, это вроде неправильно их вытаскивать уже. Оазис это, по-моему, называется. Вот эта зеленая губка. Ну, а во-вторых... Ну, не знаю, честно. И вроде трогаю влажная водичка. И вроде... Ну, короче, вот честно, проблематично. Вот реально проблематично. Мне так грустно всегда, что цветочки покидают чат. Но самое главное, мне грустно, когда они очень быстро покидают чат. Я вообще расстраиваюсь. Все, выкидываем наши фантики. Всегда сидит, слушает меня Альцушка. Слушайте, знаете, что я еще не закончила. Я хотела сказать о том, что я реально понимаю, во-первых, какой красивый свет. Наверное, на камере его нет. Но я вижу, как падает солнце. Оно отражается в окнах противоположного дома. И падает нам в квартиру. Собственно, я не знаю, как у кого. У меня всегда реально дома есть какие-то дела. Ну, вот просто. Вот всегда есть, что постирать. Всегда, что убрать. Всегда это пятое-десятое. Честно, я был... Каждый влог, блин, снимала. Ну, добавляла что-то, где я убираюсь, где что-то делаю. Потому что это неотъемлемая часть моей жизни. Конечно, я уже говорила, когда у нас появится ребенок. Или когда у нас будет не один ребенок. Когда не будет возможности заниматься этими делами. То я это, как это называется, делегирую обязательно. Сейчас я люблю убираться. Хотя прикол. Я тут смотрела свои опросники. Вопрос-ответ у меня в актуальных закрепленный. Но сейчас я почистила. Потому что, там, допустим, два года назад у меня спросили. Кать, ты любишь убираться? Типа, ну, у тебя всегда такая чистота, уют. И я написала. Я не люблю убираться, но я люблю чистоту и уют. Сейчас я понимаю, что, конечно же, первоочередно я это делаю для того, чтобы было чисто. Но мне нравится этот процесс. Я кайфую от того, что, знаете, у меня дохерища стирки. А я кайфую не от этого, а от того, что, когда у меня, вот смотрю, у меня все меньше и меньше, а потом у меня все идеально чистое. Потом у меня такая стопка одежды, которую надо перегладить. И я все перегладила. Я смотрю и думаю, это идеально. Просто кайф. Ты вот смотришь, а у тебя вся одежда чистая, поглаженная. Все на своих местах. То же самое, когда дома. Вот пыль лежит на полках. Ты думаешь, еб твою налево. Ну, как свинарник. Все вытришь, натрешь, наполируешь. Ты думаешь, ну, такая красота. Просто невозможно. Вот. И кто-то мне писал в комментариях, типа, господи, Кать, ты вот реально, ну, у тебя постоянно что-то есть убрать. Как так получается? Я не знаю. Ну, чаще всего, кстати, раньше я делала уборку раз в неделю. Такую, генеральную, да. То есть, когда это протираешь, везде пыль, пылесосишь, моешь полы, день стирки. Сейчас я как-то это все так распределяю в течение недели. В один день я могу целый день стирать. Другой я могу гладить. Другой я могу такая, хочу сейчас полы помыть, пропылесосить. То есть, бывают, конечно, моменты, что я такая, о, я хочу сегодня прямо навести порядки в раз, но так я все делаю по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и вроде как бы и везде чистота, но при этом всегда есть что сделать. Просто напишите в комментариях, мне будет интересно. Вот у вас реально дома нет никаких дел. Вы вот один раз в неделю образно все сделали, и все, и свободны. Мне кажется, что у большинства тоже будет такая история, что постоянно-постоянно-постоянно что-то нужно сделать, то одно, то пятое, то десятое. И это, и это еще, учитывая, что мы живем вдвоем, ну, собака, а когда у тебя большая семья, допустим, я думаю, это вообще жесть. Ну, все равно, пока, пока то, что имеем, я имею в виду, что я кайфую от уборки, от процесса, поэтому даже не хочется как-то домработницу какую-то нанимать и еще что-то. Плюс у меня действительно есть возможность по времени это делать. Я работаю из дома, мне не нужно там утром рано уходить, поздно вечером приходить. Я могу и работать, вообще, снимать свою уборку во влог, это, по сути, моя работа, вот так вот. Чего, поменьше надо болтать и идти нести пылесос, который нужно как раз-таки почистить. Я тут с вами, ребяточки мои хорошие, просто решила снимать не себя, а как я избавляюсь от пыли на пылесосе. Вот такой у нас, кстати, пылесос. Можете увидеть здесь и модель, и это загуглить. Приношу свои искренние извинения за вот эту вот грязь, которая здесь находится. Я взяла пакетик, куда, собственно, буду выбрасывать пыль. Ножнички взяла, они маникюрные, но не для маникюра у нас, а просто для таких каких-то мелочей. Подвину сейчас чуть-чуть вот эту гриль, чтобы туда пыль особо не летела. И потом всю эту поверхность я обязательно протру, продезинфицирую. А то многие переживают, особенно когда я ставлю пакеты мусорные, ой, не мусорные, мусорные не ставлю, с продуктами. Пишут, Катя, я бы тебе посоветовала так не делать, там же потом микробы остаются. Ребят, я же, конечно же, блин, потом протираю всё. Не буду же я здесь сейчас пыль разгребать, а потом готовить еду, например. Ну, это логично. Вот. Что нужно сделать? Вот такая вот щёточка, о которой я говорила, она вся забилась в шерсти у нас, Айсушкиной. И также вот такие вот штучки, которые у нас тоже забились в шерсти. На самом деле это дело пяти минут, не так уж и долго всё это делается, но иногда просто до этого не доходят руки, чтобы это всё почистить. Ещё нужно взять, почистить Дайсон тоже было бы неплохо, ну, мой основной пылесос. Но там, конечно, это делается уже подольше. Пока ты его помоешь, пока ты его почистишь, это я не особо люблю. Здесь вон запутались. Кстати, по-моему, в наборчике есть запасные вот такие вот, как это даже называется-то, не подскажу вам. Ну, крутилочка, это вот так вот крутится и собирает какую-то пыль, ещё что-то. Ну, в общем-то, это не какая-то супер уборка у нас сейчас, просто реально убрать шерсть. Когда спрашивают, много ли от Айса шерсти, конечно же, от собаки много шерсти. От длинноволосой собаки в любом случае, я думаю, будет много шерсти. Но, потому что, блин, ну это очевидно. Будь это кошка, собака, особо не важно. Но, если у вас есть как раз-таки такой робот-пылесос, или вы делаете хотя бы экспресс-уборщик, ну, просто пройтись пылесосиком буквально раз, два, три, то шерсть особо не замечается. Ещё я периодически мою и саму эту, и промываю вот здесь вот фильтр. Но сейчас у меня уже тут всё чистенько. Мне нужно было чисто вот убрать шерсть, потому что он уже не выполнял свою работу, учитывая, что, ну, как бы он весь был в шерсти запутанной. Так, вставляем таким вот образом. Оп, и здесь вот кнопочка. Включаем. Всё, наш пылесос готов к работе. Сейчас ещё здесь пыль протру, и всё. Ну, собственно, что мы делаем? Раз, чик-чик. Какие-то сложные действия, всё мне писали, и много было лайков на этом комментарии, то, что, Катя, сними, пожалуйста, полноценно, как ты делаешь уборку, то есть моешь полы, пылесосишь, вон, сколько пыли. Протираешь пыль. Если честно, я этого не делаю, я также ответила в комментариях, но я не первый раз вижу такое, поэтому решаю ответить. Когда я пылесошу. Ребята, что там снимать? Я хожу с пылесосом шумным во всей квартире, и ничего не расскажешь, ну, как бы ничего не покажешь. Когда моешь полы, ты тоже в целом передвигаешься по квартире. Ах, когда полки только протираешь, можно хоть как-то поговорить, но я, уже отвечая на этот вопрос, повторюсь, я плюс ещё люблю делать это либо под какие-то видео на ютубе, под музыку, то есть какой-то особый вайп, ты так намного побыстрее делаешь. Когда я снимаю влог, любая моя деятельность, любой какой-то процесс действия во много-во много раз увеличивается, просто потому что, помимо того, что я это делала, я ещё объясняю, что-то рассказываю, говорю. Например, этот пылесос я уже минут 7 с вами чищу, мою. Если бы я это делала без вас, это бы занимало у меня 2 минуты. Короче, вы мне невыгодны для уборки. Я буду так убираться целыми сутками 100%. Вот, всё, вот так вот, чик-чик, и наш пылесос готов к труду и обороне. Сейчас возьму пульт, он лежит в маленькой комнате, и включим его. Пока с вами разговаривала, от своего штатива вот эту штуку оторвала. Пытаюсь приклеить на суперклей. Не знаю, думаю, вряд ли, конечно, поможет, но, похоже, придёт снова заказывать. Пытка не пытка, не. Он ещё и не для пластмасса же. Короче, ладно. Ещё что важно, перед тем, как отправлять свой пылесос, убрать провода, пелёнки, тапки, обувь, всё. Коврики. Ну, у нас коврик просто такой ванной, с очень длинным ворсом. И он также начинает в нём путаться. Всё, запускаем. Ну вот, автомат. Автомат. Ну, это он будет по всей квартире лазить. Так, мы приступаем к готовке на ужин. У нас будет рис и рыбка. Рыбка на гриле. Это у нас, по-моему, форель или лосось? Что? Лосось. Такая вот лосось. Ой, аккуратно. Рис нужно будет сварить. Здесь у меня лежит хлеб, чтобы в холодильнике не пахло. Ой, у меня, блин, сырники, которые я вчера купила, я сегодня на завтрак про них забыла. Вот так туда уберёшь, и всё. Это у меня котлетки из индейки с сыром. Гречка тут лежит. И что ещё мне нужно? Мне нужно ещё для греческого салата сыр. Такая вот фета. Сделаю греческий салат. Рис и рыбку, понятное дело, да? Да. Потом, что мы берём здесь? Перчик. Такой вот рамира. У меня вообще перца. Просто с ума сойти, как много. Также нам, конечно, нужна помидорка для салатика. Огурчики. Я думаю, что... Я люблю огурцы, если честно. Три штучки. Будет в самый раз. Хотя, можно даже побольше. В целом. Ну, ладно. И я, если что, потом добавлю. И нужна луковица. Конечно же. Всё. И маслины. Такие вот. Ещё я добавляю каперсы. Вот. Это плоды каперсов. Очень вкусные. Я их прямо люблю. И заправка у меня оливковое масло. И вот такой вот бальзамический уксус. Это тоже вот заправка, которую я очень люблю. Для меня по-другому греческий салат уже не воспринимается. Всё. Вроде из холодильника. Всё, что нужно было, мы достали. Достаем кастрюльку. Ой. Нет, слушайте. Наверное, надо побольше. Потому что риса. Две упаковочки. Сварить. Хотя, я думаю, нет. Одной хватит. Потому что две много. Даня съедает одну целую. А мне одной целой много. Блин, не знаю. Ребят, нет. Наверное, всё-таки возьму побольше кастрюлю. И сварю две упаковки этого. Две упаковки риса. Потому что я съем... Ну, половинку-то точно съем. Наливаем сюда воду. Я здесь уже, видите, всё протёрла. Продезинфицировала. Наливаем воду. А рис у меня в пакетиках. Сейчас тоже его достанем. Рис, рис, рис. Вот. Ой, это гречка. Её красота. Одной рукой на самом деле сложно что-либо делать. Вот такой вот. Это любимый мой рис. Я его прям вот обожаю. Он очень вкусненький. Рецепт простой. Рецепт без рецепта. Когда мне просят какие-нибудь рецепты снимать, ну, вот таких вот базовых вещей, то, честно, я даже не знаю, что тут снимать. Наливаем воду. Ставим на плиту. И потом в... Блин, вот он вам рецепт. В кипящую воду на 15 минут примерно. Всё. Так, сейчас вот опять же таки, я говорю, одной рукой это всё делается дольше, сложнее. Рыба у нас будет на гриле. Поэтому мы включаем гриль. Жму, а он не работает. Интересно, почему это? Не так ли? Вот. Теперь включаем. Здесь выбираем рыбу. И окей. Она горит фиолетовым цветом. Как только будет готово, будет такой пип-пип. Ну, когда разогреется. И всё. Я пока что помою рыбку. Не знаю, всегда после магазина я промываю перед тем, как жарить. Потому что, ну, она и лежала на открытом прилавке. Плюс, кто резал, фиг его знает. Может, руками трогал. Понятное дело, что она всё пожарится. Но мне так, моей душе, спокойно. Рис сюда пока положу. Оп. Наша вода закипает. Здесь я уже помыла рыбоньку. Достала уксус, масло. Масло мне нужно для рыбки. А уксус с сахарозаменителем мне нужен будет для салата. А точнее, для того, чтобы замариновать лук. А вот и запищала наша штучка. Закипела вода. Всё. И сразу закидываем туда наши два пакетика. У-у-у, жаришка. Ставим на семёрочку и на 15 минут. Оп. Готово. Что я делаю с лососем? Примерно всё то же самое. Давайте сейчас у вас поставлю на... Забыла, как называется. На подставку. Я брызгаю сюда маслицем. Вот таким образом. И складываю наши стейки. Готовится сколько по времени? Честно, я не знаю. Потому что... Ну, во-первых, он запищит. А во-вторых, я смотрю так вот по готовности сама. И второй стейк-сайд также кладём. Оп. И сверху спрыскиваю масло. Всё. Закрываем. И оно у нас будет готовиться. Я специи, там, соль, перец, всё это добавляю, когда уже подаю именно рыбу. Потому что мне кажется, что так намного вкуснее. И получается рыба сочнее. Все наши овощи я уже помыла. Лук. Первым делом я порежу лук и замариную его в уксусе и в сахарозаменителе. Но можно сахар. Ничего необычного. Просто выливаете уксус. У меня есть ещё другой. Ну, может, этого даже достаточно будет. Нет. Я думаю, ещё можно добавить. Если что, можно его с водичкой развести. Но мы любим такой уксусный лучок. Это рецепт почти похожий на ресторанный рецепт греческого салата. А-ля греческого рестора. Ой. Салата в паста-баре. Но я его чуть-чуть поделала под себя. То есть, как бы, не то, что поделала, а делаю, как мне нравится. У них уже какой-то готовый, естественно, маринованный лук по их, я думаю, рецепт. Но я его не знаю, поэтому делаю так. Всё. Нарежу сейчас лучок. Добавлю в уксус. Пока он будет лежать, мариноваться, я порежу другие овощи. Сыр там добавлю. Это 5-10. Потом лук промою водичкой и тоже его добавлю. Сейчас я всё это дело нарежу и вернусь к вам. Ну что, рыба у нас готова. Я себе посыплю вот такими итальянскими травами. Сверху. Ту-рум-ту-рум-ту-рум. А Даня не хочет такие, поэтому ему просто морскую соль. Где она есть? Вот. Это, кстати, самый классный приправ. Мне очень нравится именно то, что здесь крупная соль, крупный перец. Ещё я, ну, 4 перца смесь беру. Такие намного приятнее как-то воспринимаются, чем, ну, обычная соль. Обычную соль я только добавляю куда-нибудь, ну, мелкую вот эту вот. Ну, в супы, в какие-то там подливки. А это вкусненько так. И сейчас ещё рис. Рис я переложила туда, закидываю просто 2 кубика масла. И как раз-таки вот в рис можно добавить обычненькую такую соль. Оп-оп. Всё это перемешиваем. Ждём пока у нас... Видите, какой рис получается? Он и рассыпчатый, и при этом не особо такой вот твёрдый. Короче, идеальный. Я его очень люблю. Для меня он самый-самый вкусный. Ну, именно к рыбке, там, как гарнир. Не для плова, естественно. Сейчас у нас там чуть-чуть расплавится сливочное масло. Оп. Всё перемешиваем и выкладываем. Салат я уже сделала. Покажу вам, что получилось. О, ну всё, в целом масло уже растопилось. Вот так перемешиваю. Перемешиваю. И накладываем. Это моё себе. Я не знаю, как оно. Вот так вот. Можно ещё даже. Думаю, так вот достаточно будет. Остальное мужу. Нет. Я думаю, что... Даня, тебе много риса или немного, Классик? Ну, нормально. Ну, нормально. Как всегда, я говорю, у нас сейчас останется. Здесь супермало. Что потом и одному человеку недостаточно будет съесть. Ну, не знаю. Вот столько. Я думаю, будет достаточно. Ну, нет. В целом ещё на порцию хватит. Вот так вот. Ой, я... А, да, точно. Я думала, перепутала. Данин. Моя. И Данина. Вот такой салат получился. Ну, все ингредиенты я вам показывала. Нарезала. Не совсем мелко, видите, огурцы. Потому что в греческом мне так больше нравится. Перемешиваю. Ещё чуть-чуть так вот расталкиваю сыр, чтобы он попал на каждый овощ. Такое превратилось немножечко в пюрешку. Ну, чтобы были кусочки. И при этом, ну, все овощи были с сыром. Я люблю вот так вот делать, конечно. В общем, вот такой вот у нас получился ужин. Мне сложно мешать одной рукой. Я их потом домешаю. Всё. У меня, у Дани, такой салатик потрясающий. Всем приятного аппетита. Что ж, мы можем приступать к вечерней Руси. И не первое, что мы сделаем, естественно, смоем косметику. Хоть у меня сегодня там чисто так румяшечки, бронзор. Но всё-таки это дело такое. Берём мицеллярочку, наносим на ватный диск. И всё. Ну, иногда, вы знаете, я иногда и маслом умываюсь. Но обычное масло гидрофильное я использую, если у меня на лице есть тон. Ну, то есть такой прям полноценный, сильный мейкапчик. Хотя у меня, смотрите, спасибо. Нифига себе. Мы поужинали. Я поела так плотненько. Но я съела пол рыбки, кстати. Остальную половинку до ладания. Сегодня что я съела? Друг вам интересно. С утра я съела два яйца. Один бутерброд с плавленым сыром и, типа, индейкой огурчики. Потом я съела сэндвич, который я вчера покупала. Ну, пол ролла. И всё. И вот вечером съела салат и рыбу. По-моему, да. Ага. А сникерс в белом шоколаде после завтрака? Это мы умолчали. Это нечто. Ну, это же не еда. Это так. Просто для поднятия настроения в себя. Ну, короче, да. Ну, так вот. У меня просто сейчас спрашивают, Катя. Сколько калорий ты питаешься? Ну, вот попробуйте посчитать, если хотите, сколько калорий. Не знаю. Я думаю, что полторы-две тысячи я съедаю примерно. Иногда это может быть там поменьше, да. Иногда это побольше. Нет такого, что я не последний раз считала калории. Не помню уже даже когда. Поэтому мне сложно сказать. Я просто питаюсь по голоду. Ну, и если мне хочется что-то вкусненького. Ну, типа вот я позавтракала. Да, я понимаю, что я уже не голодна. Но я хотела просто съесть сникерс кофе. И все. Мне этого было вполне себе достаточно, чтобы взять его и съесть. Естественно, если бы я прям супер объелась, то я бы не стала его есть. Но для этого у нас место заготовлено. Дальше мы умываемся. Либо умываюсь обычной пенкой сейчас, либо вот такой вот гель. Для умывания он с ахокислотами. Я уже говорила. У меня вот эти вот постакна просто выводят мою психику. И, конечно, высыпания какие-то честные. Не знаю. А уже можно... Что-то переела, да? Просто переакклиматизация спустя почти месяц после отпуска. Ну, нет-нет. Просто что-то переела, да? Тоже как фактор. Мои девушки дело такое. Кожа у нас непредсказуемая. Ну, все, вот так умываюсь. Быстенько. Ту-ти-ли-ти-ли. Вечерняя рутина у нас. Умылась. Наношу вот такой вот этот что у нас? Тоник. Тонер. Точнее, лосьон тонизирующий с абрикосом. Я, помните, раньше так его любила. Он у меня месяца два стоял. Но как же мне нравится вот формат именно вот лосьонов, тоников, когда они в спреи. Во-первых, это очень удобно. Раз, два, три. Брызгнул. Брызгнул. Во-вторых, это очень экономично. Сыворотка. Вот это Эрбориан. По-моему, я показывала свою вечернюю рутину в Москве. Но умывалка была другая, потому что я там пользовалась маминой. Тонер тоже, если не ошибаюсь. Вот. И мне очень нравится эта сыворотка. Во-первых, она какая-то суперэкономичная. Она дорогая. Что-то, как я говорила, шесть кисточек моему. Но я ее со скидочкой бы купила. И хоть она дорогая, я ее пользуюсь уже, думаю, больше месяца. А здесь еще даже половина не израсходовалась. А я пользуюсь каждый день. И я не сказала бы, что я как-то экономлю. Или чуть-чуть-то, блядь. То есть нормально, мне достаточно. Но при этом хорошая увлажненная кожа. Как бы нет никакой отрицательной реакции. Поэтому я в восторге. И все, что мы наносим в конце, это крем от Виши. Увлажняющий, который я уже вам показывала. Еще можно крем под глаза нанести. Ну, что-то мне впадло. Такая я, да. Сейчас что-нибудь посмотрим на телевизоре. Если честно, всегда у нас какие-то не то чтобы проблемы. Но я всегда включаю там какие-нибудь платформы. Иви, Киви, Пиви, Тури, Пири. И смотрю еще вот так подборки. Че посмотреть, че нравится, че не нравится. Вроде сейчас советуют многие сериалы. Называется «Открытый брак». Он там про измены, про терапию. Про то, как люди пытаются спасти свою семью. Но когда еще мне его не советовали, он только вышел. Я думаю, крем офигенный, девчоночки. Реально, прям вот комфортно наносить его на лицо. Мне это очень нравится. Я думала о том, что посмотреть его показала Даня. Он прочитал описание и сказал, что что-то вообще неинтересно. Хотя мне вроде писали вот уже сейчас то, что Катя, посмотрите. Скоро же новый сезон «Звезды в Африке». Там канал ТНТ, да, выставил у себя в соцсетях, кто новые участники. Если честно, я там знаю только одну Виолетту Чиковани. И то, потому что она была в шоу «Влюбись, если сможешь». Мы ей вот недавно вспоминали. Шоу «Влюбись, если сможешь». Господи, как оно, блин, нам зашло. Просто офигенское. Реально. Я прям смотрела и думала, блин, клёво. Мы реально ждали там каждую серию образно. Плюс, если не ошибаюсь, оно же шло с понедельника по четверг. Да? Не один раз в неделю. Реально, я понимаю, что шоу такие, как «Звезды в Африке», «Выжить в Дубае», они снимаются сложно. Но ждать целую неделю нового выпуска – это так раздражительно. Хоть, знаете, бери, не смотри специально какое-то шоу, чтобы потом его сесть и посмотреть. А сейчас вот, кроме «Выжить в Дубае», больше никакого шоу нет. Я, да, они ещё говорили, давай адский шеф какой-нибудь посмотрим. Он говорит, нет, я не буду такое смотреть. Вот, выпустили бы, конечно, «Выжить в Дубае». Ой, «Влюбись, если сможешь». Я бы вообще обрадовалась, потому что реально кайф. Вот, нанесла масочку на губы. Это «Инфлюенс». И насчёт «Звезды в Африке». Короче, я там вот только Чикова не знаю, больше никого не знаю. То ли там стендап кто-то из стендапа. Я Реум вообще в шоке. Может быть, конечно, следующие участники будут более интересны. Но я говорю лично за себя, потому что я реально там знаю только вот эту Виолетту. И то она мне как бы как персонаж, ну, не особо прям интересно. Когда, конечно, это какие-то звёзды, которые тебя симпатизируют. Или просто какие-то прям такие супер популярные. Тебя больше вызывает это какой-то интерес к шоу. Ну, посмотрим в любом случае. Не буду говорить, что мы такие. Ой, участники неинтересны. Смотреть не будем. Будем. Собственно, на этом всё. Этот лог от страсти вот это всё время торчит. Но ничего страшного. Не будем на него обращать внимание, потому что мы уже заканчиваем. Я надеюсь, что вам понравился этот влог. Опять же-таки, кому не нравится? Ну, ничем помочь не могу, к сожалению. Потому что под прошлым влогом кто-то не написал. Но там прям написал. Не то, что даже мне не нравится. Скучно. А обосрались с ног до головы. Сказали, что тупая, неинтересная. Вот уже полжизни смотрю тебя с самого начала. Ну, влоги такие неинтересные. Кто это вообще смотрит? Не знаю. Я всегда удивляюсь этим людям, которые, знаете, пишут о том, что ну вообще неинтересно. Ну так скучно. Ну вот постоянно смотришь, ну вот такая скукота. Я думаю, зачем вы смотрите, если не нравится? Ну, это только исключительно к таким вот индивидуумам относятся, а остальные. Спасибо большое. Всегда, в любом случае. Большинство комментариев очень приятных. Я всё читаю. Спасибо большое, что вы пишете комментарии. Даже просто слово типа «Кать, влог классный» или просто «Да не то, что влог классный». Что угодно, любой комментарий. Я за него благодарна и очень ценю. Но не забываем ещё поставить лайк и подписаться на мой канал, если вы до сих пор не подписаны. Я с вами прощаюсь. И до новых встреч. Люблю, целую, поднимаю. Пока-пока.